Всем привет! Сегодня я запланировала прогулку по Музею искусств Ташкента и приглашаю вас прогуляться вместе со мной. Сегодня 20 октября и в Ташкенте стоит очень хорошая погода, солнечная. Сейчас на данный момент 10 часов утра и температура 20 градусов, а на день передают 26. Что удивительно, это очень теплая погода для меня, как для алматинки. Это очень непривычно, так скажем, но очень приятный факт. У нас в Алмате сейчас уже прохладно, где-то 16 градусов, наверное, дневная температура. Ну, похолоднее. Ташкентское солнышко, оно такое, более теплое. И вот смотрите, уже наступила осень такая вот золотая, красивая. Уже листочки пожелтели. Вот. Данный музей находится на проспекте Амира Тимура, 16. Я вам покажу, что рядом с ним есть здания такие. Вот это дом профсоюзов. Такое необычное здание, да? Покажу поближе. Ну, это здание старой, еще советской постройки. Но такое достаточно интересное, привлекающее к себе внимание и отличающееся от других зданий. Согласитесь? А теперь давайте перейдем к самому музею. Это скромное здание в центре Ташкента хранит в себе настоящие сокровища. Великолепную коллекцию живописи, графики, скульптуры, фарфора и произведения декоративно-прикладного искусства. Музей искусств был основан более ста лет назад, в 1918 году, вскоре после смерти князя Романова. И первоначально занимал здание его бывшего дворца в стиле модерн. Современный корпус, который вы сейчас видите, был построен в 1974 году. Его стены облицованы алюминием, а первый этаж сделан из серого мрамора. Остекление, которое вы видите, это стивит. Его использовали для того, чтобы он смягчал солнечный свет. История музея началась более ста лет назад в сотне предметов, принадлежавших князю Николаю Константиновичу Романову, высланному из Санкт-Петербурга. Кстати, дом князя Романова я уже показывала в другом своем видео. Так вот, бесценное собрание князь привез из северной столицы, которое он завещал своему любимому городу Ташкенту, в котором он прожил 40 лет. Что мы можем посмотреть сегодня, в наше время? В основе экспозиции – картины русских, европейских и узбекских художников XVI-XX веков. Самый известный экспонат – это скульптура Венера с яблоком, известного итальянского скульптора Томаса Салари. А сегодня открылась выставка, посвященная модернизму. Вот ее вывеска «Ташкент модернизм». Выставка посвящается сохранению и адаптации модернистской архитектуры Ташкента. Проходит с 20 октября по 5 ноября 2023 года. Давайте пройдем и посмотрим, что там интересного будет представлено на данной выставке. Вот, я уже прошла в музей. И вот здесь вот такой вот вход. Очень так чисто, приятно здесь. Такой приятный воздух свежий. Как будто бы был сделан свежий ремонт. А, кстати, вы знаете, скорее всего, действительно здесь был ремонт, потому что музей был закрыт. И вот действительно он, видимо, после ремонта, потому что все такое очень свеженькое. Не знаю, это заметно. Ну да, это заметно. Вы видите, да, какие здесь новенькие стулья стоят. Вот такое большое здание. Видите, еще такая старая отделка. С советских времен. Как будто камень. Это второй этаж. Благодаря своему географическому расположению, развитым ресурсам и мультикультурности, Ташкент был и остается одним из важнейших городов Центральной Азии. Это правда. Соглашусь полностью. На выставке представлены оригинальные документы из многочисленных государственных и частных архивов столицы. Это чертежи, фотографии, иллюстрирующие проекты и процесс строительства. Да и представление о том, сколько усилий и идей было вложено в становление архитектуры модернизма. Это 60-е, 80-е годы. Это вот здесь старая часть музея, но она закрыта на данный момент. И сюда проходить нельзя. Но мы посмотрим вот так чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Интересно, Венеру с яблоком я увижу или нет. А это фотографии до-после. Это видите, да? В 1974 году музей, вот когда он был основан, его новый корпус. Слева и справа его новый вид на сегодняшний день. Ну и здесь немного фотографий зданий. Гостиница в Азбекистан. Базар в Чорсу. И может тут по лестницам полистали. Ага. Понятно. Хорошо, спасибо. Это здание 5 лет, поэтому все ремонт не делаем. Спасибо. Ну, в общем, вот мне объяснили, что вот эти вот этажи, они закрыты. И здесь будет ремонт. Закроется музей через 10 дней, вот как эта выставка модернизма закончится. И музей закроется на неизвестное время. Потому что здесь будет такой масштабный ремонт. На всех этажах. Вот эта вот лестница останется. В остальных везде помещениях будет ремонт. Еще будет лифт, вот как сказал работник музея. Вот. И здесь есть очень интересные экспонаты. Те же самые предметы дома Романовых, как я говорила. Но сегодня, на данный момент мы их, к сожалению, не сможем увидеть. Но вообще их здесь очень много. Как мне сказали. И их можно будет посмотреть только после ремонта. То есть, когда музей будет открыт. Он, к сожалению, вот так вот. Ну, как музей откроется, я обязательно сюда еще приду. Так что будет новый обзор. А сейчас, вот в этом видео, у нас есть возможность увидеть музей. Вот в таком виде, в каком он был 50 лет. И поднимемся повыше. На третий этаж. Также здесь представлены такие вот архивные документы. Например, это ресторан Заравшан. Это вот такой вот план ресторана. Ну, то есть, кто увлекается архитектурой. Я думаю, для этих людей будет очень интересна данная выставка. И здесь тоже, к сожалению, пусто. Очень жаль. Ну, еще все впереди. Я обязательно увижу экспонаты данного музея в новом здании. Ну, отремонтированном. Это эскиз фасада «Голубые купола». Ресторан есть в Ташкенте. Я еще его не успела посетить. Обязательно схожу. Вот такая маленькая деталька дома Романовых. И вот еще один комплект мебели. Вот тоже детали. Видимо, это еще не успели убрать. А это похоже на топчан. Он такой шикарный. Из дерева. Вот такой роскошный шкаф стоит здесь. Тоже из дерева. Очень дорого, богато. А вот эта вот коллекция итальянских скульпторов, это принадлежало Романову. Красиво, да? Представляете, это китайская кровать. Ну, в смысле, это коллекция Романова, но это китайские мастера сделали в китайском стиле. Очень интересно, да? Она такая маленькая, кажется. Скажите, а как он у нее помещался? Или она просто низкая, но пространства-то много? Не знаете? Не понял. Ну, в общем, эта кровать, это подарок китайского императора. Вот такая вот вещь из коллекции Романова. Ну и вот, в общем-то, все. Я все посмотрела. Так что ждем обновленного ремонта. Ждем, когда этот музей искусств откроется. И мы его сможем посетить. Посмотреть интересные коллекции. И увидеть обновленный красивый музей. Со свежим ремонтом. На сегодняшний день, к сожалению, пока что комнаты пустые. Вот такие там ничего нет. И что хочу заметить. В данном музее действительно очень много предметов. Из дома Романовых. Коллекция, которая была привезена из Санкт-Петербурга. Князем Романовым. Но из того, что осталось, это вот коллекция итальянских скульптур князя Романова. Также некоторая мебель. Подарок китайского императора, вы видели. Маленькая эта кровать. Из китайской коллекции. И еще некоторые предметы мебели. Вот так вот. Здесь на каждом этаже ходят специалисты. Они могут вам подсказать, рассказать. На английском, на русском языке, на узбекском. Ну, в общем, давайте ждем открытия музея. А сейчас я пришла на улицу Тараса Шевченко. Хочу найти кофейню, чтобы выпить кофе. Ну вот, как вы видите, еще функционируют летники. На мой взгляд, сейчас самое интересное и комфортное время для того, чтобы сидеть в летниках. Потому что летом в Ташкенте бывает очень жарко. И люди прячутся внутри заведения, внутри помещения, где работают кондиционеры. А сейчас в летнике сидеть это милое дело. Очень комфортно. Вот здесь вот на данной улице я вижу очень много интересных заведений. Много кафе. Я, кстати, уже слышала о том, что по Тарасу Шевченко очень много кофеен и ресторанов. Ну, видимо, это правда. Так, а это у нас что такое? Да, Вали. Кстати, я ищу хорошую халву для того, чтобы привезти гостинцы своим родственникам в Казахстан. Потому что мы туда собираемся в ближайшее время. И вот сейчас я зайду в этот магазин, посмотрю, что там есть интересного. Возможно, я куплю что-то вкусненькое. Очень приятно пахнет. Вот, смотрите, какие вкусняшки. Какие-то интересные очень. Ну, оформлено все очень красиво. Вот различные драже. Красивые. Очень миленькие здесь. Ну, тут тоже конфетки. Здравствуйте. Скажите, а что производство? Турция? Ну, вот здесь все Турция, видите? Турецкие вкусняшки. Лукум. Выбор очень большой. Реально, выбор прям огромный. Ну, чувствуется, да, турецкий сервис. Так все ароматно, вкусно. Скажите, а это вот с чем лукум? Шафран и вишня. Ну, шафран и вишня. Ну, такой лукум стоит попробовать. А какая стоимость? Ну, 35 тысяч за 100 грамм, да? Угу. Шафран, вы знаете, да, это очень дорогая специя. Вот. И такой лукум, думаю, стоит попробовать. Есть лукавые упаковочки уже. Вот еще очень много лукума. А есть и вот такой вот. Маленькими дольками. И вот такие вот турецкие вкусняшки. Ну, это очень калорийно. Я лично такое не ем. Пахло. Очень сладкое на вкус. Сиротом добавляется медовый. Ну, такое красивое заведение. Ну, сейчас что-нибудь возьмем. Ну, вот видите, есть готовые упаковочки даже. А тут сколько шоколада. С ума сойти. Реально, с ума сойти можно. Ну, в общем, по улице Тараса Шевченкова очень огромный выбор кафе и ресторанов. Есть вот такой вот итальянский ресторан. Но думаю, что я остановлю свой выбор на кофейне Бон. Бон – это сеть французских кофеен. У них такой большой летник. И я, наверное, здесь присяду. Ну, здесь такой большой тоже выбор вкусностей различных. Кофе, перекус. Такой вот большой зал. У людей, как вы видите, очень много. Заведение очень популярное. Мой круассан. Сейчас вот очень вкусный круассанчик. Круассан-сирма. В летнике местечка не нашлось, поэтому я засела здесь внутри. Ну, видите, да? Заведение полное. Мест практически нет. Вот такие вот они, французские кофейни. У меня такой кофеек. Это средний кофе. И круассанчик с шоколадом. Но он такой достаточно гигантский. И давайте попробуем. Как у нас в Инстаграме обычно показывают. Красиво, да? Круассан обалденный. Ну, и знаете, он такой очень воздушный, сливочный. Ммм, вкуснятина. Короче, всем рекомендую кофейне Бон. Реально очень вкусно. Ну, согласитесь, очень милое заведение. Сидишь, отдыхаешь. Пьешь кофе. Очень красивый интерьер в французском стиле. А заодно осень. Теплая золотая осень. Ташкент-Сити-Парк вот там находится. Всем привет из солнечного Ташкента. Сегодня, как вы поняли, у меня ожидается прогулка по музеям. И для начала я покажу вам, какая погода в Ташкенте. Сегодня 3 ноября. Ожидается 21 градус температуры. И природа выглядит вот таким вот образом. Уже кое-где листочки из деревьев опали. А где-то деревья еще очень даже зеленые, как летом. Газонка очень свежая. Такая зелененькая, бодренькая. И такие вот дубовые листочки. Это вот площадь Мустакилик. Но там вот большой фонтан имеется. Но его уже отключили. Видимо, не сезон. Это администрация президента. Там вот далее идет здание светленькое. Здесь, кстати, вот там вот идут скверик. А там за сквериком дом Романовых. Там мы уже гуляли. У меня есть другое видео. Так, а сегодня я решила посетить Государственный музей искусств Узбекистана. Данный музей был основан в 1876 году. И он является одним из старейших музеев в Узбекистане и в Средней Азии. В общем, вот так вот. И сейчас пойду посмотрю, что там есть интересного в этом музее. И приглашаю вас прогуляться вместе со мной. Ну, погодка замечательная. 3 ноября уже где-то выпал снег. Я сама из Алматы. У нас там сейчас дневная температура средняя 13 градусов. Уже холодно. Вот. На севере Казахстана вообще уже там где-то снег выпал. В Астане, Павлодаре. Здесь уже, в общем, много где снег выпал. Да, в той же России, в Москве, в северных регионах. Новосибирск. А в Ташкенте вот так вот еще очень. Как будто середина осени. Даже не глубокая осень, а середина осень. Такая погодка. Тепленькая. Архитектура здания интересная, да? Здесь должен был быть фонтан. Но сейчас уже не сезон для фонтанов. Такое ясное голубое небо. Ни одного облачка. Классно так. Школьники тоже, видимо, группами посещают музей. Видите, сколько их тут. Такие шумные. Ну, давайте пройдем в музей истории. Так, давайте купим в кассе билетик. Кстати, здесь ходят реально толпы школьников. Наверное, данный музей истории номер один в списке посещений школьников. Так. Мне сказали, вот помимо первого этажа здесь есть еще два. Кстати, стоимость билетика 15 тысяч сумм для граждан Азбекистана. И 50 тысяч сумм для нерезидентов. Так. Колонна. Шахрисапс. Я предполагаю, что эта колонна имеет какую-то историческую ценность, да? Так похоже. Старая такая, рыхлая. Ну, явно, конечно, это какая-то очень древняя колонна. И там вон еще такие стоят. Группа китайских туристов. Хотите прикол? Только что женщина сказала мне, что за съемку, за видеосъемку нужно заплатить 60 тысяч сумм. Ну, она с таким смехом это сказала. Ну, у них реально есть прайс. И по ходу дела мне придется заплатить. Ну, ладно, внесем вклад. Небольшой, да? В государственный музей истории. Нам не жалко. А, ну вот, у кассы есть вот такой вот прайс. И здесь вот написано. Фото и видеосъемка экспонатов на мобильные устройства, фотоаппараты 60 тысяч сумм. Сейчас заплатим. Ну, в общем, вот так вот моя квитанция. Ну, фото. Я заплатила за фото, но ладно, я чуть-чуть поснимаю. Думаю, ничего страшного. Они, кстати, делают пометку, из какого я города. Вот так вот. Вот здесь женщина на кассе спрашивает ваш билетик. И потом вы начинаете свой поход по музею. Видите, да? Какое здесь море школьников. Вот они все приходят, здесь изучают историю. Ну, здесь в основном что-то литературное. Смотрите, как интересно. Символический ключ второй очереди. Золото из летательного завода Мурунтау. 1973 год. Интересненько, да? А это часы разбитые, остановившиеся в 5 часов 23 минуты, когда произошло землетрясение в Ташкенте 26 апреля 1966 года. А это фотография землетрясения. Палатки стоят. А это одежда и украшения харизмских женщин конец 19 века. Неужели женщины носили такие сложные головные уборы? Там столько вот этих бус, столько всего звонкого. Ух ты, какая диадема красивая. Ну, здесь в углу какая-то очень старая ваза. Ну, это потушки. Это национальные одежды и вышивки женщин. Каракалпакии. 19-20 век. А вон сумочка такая маленькая. Прикольно. О, ремень какой мощный. Это женский халат. Пояс Ичиги. Пояс Ичиги. 19 век. Бухара. Это вот какие-то старинные документы. Очень старинные документы. Монетки. Они тоже очень старинные. Это кинжалы, выполненные ремесленниками харизма. И снова школьники. Смотрите, их тут целое море. Ну, я, конечно, понимаю, почему сюда водят школьников. Потому что здесь реально есть что посмотреть. Музей классный. Я всем советую сюда прийти. Это надгробие, представляете? Самаркандская область. Огромный Коран. Письменные принадлежности. Интересно, да, как ими пользовались. А это погребальное сооружение. Шестой-седьмой век. Вот такое основательное, да? Ну, опять же, наверное, не все могли себе такое позволить, да? Я так предполагаю. Реально очень основательное. А это сосуд для воды и зерна. Пятый-шестой век. Бухара. Бухарская область. Это домашний алтарь. Керамика. Фрагмент скульптуры с изображением воина. Ферганская область. Представляете, какой этот фрагмент старючий? Это седьмой-восьмой век. Здесь вот так же большое количество керамической посуды. Какие-то письмена, документы. Буддхи-сатфа. Первый-третий века нашей эры. Старый термес. Это фрагмент скульптуры Будда. Скульптура женщины-воина. Это, смотрите, бронзовые копья. Второе и первое тысячелетия. Это наша эры, Ташкентская область. Очень все древнее. Это керамические изделия. Замечания и предложения народных депутатов к проекту Конституции Республики Успекистан. Что-то мало замечаний они сделали. И пометок. Шевролеты. Тоже на втором этаже. Я что-то не поняла. Это музейные экспонаты или что это вообще такое здесь. Наверное, это решили показать, что сейчас производится в Успекистане. Ой, самолетик так манит в путешествие, да? Кто любит путешествовать? Я думаю, все любят, да? Поездная романтика. Афросиоп. Скоростной поезд, на котором я еще, кстати, не ездила. Надеюсь, прокачусь, может быть, как-нибудь. Мы планируем в Самарканд поехать. Ташкент до Самарканд. У нас на Афросиопе ехали 2 часа. 300 с чем-то километров. Ну, здесь вот на втором этаже уже немножко поспокойнее. Здесь более современные экспонаты показаны. А на первом этаже там все такое более древнее. Тут тоже школьники есть. Они вот ходят, все смотрят. И гиды, и либо преподаватели им рассказывают. Ой, вот это, смотрите, как красиво. Пшеничка. Хлопок. Классно, да? Вот такая у него структура. Хорошо видно. Очень миленько. Это тоже местные вина, местные фрукты. Чем богат Узбекистан. На этом стенде показаны научные открытия сотрудников Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан. Застливая фрукта. И он, конечно, всегда валит, кстати, используется время к химии. это кубки спортивных достижений я думаю что это на мировом уровне конечно же кто у нас любители футбола в общем такой вот большой музей очень интересный много экспонатов и я вам очень советую посетить этот музей я думаю он должен быть в списке номер один посещению а это бульвар голубые купола вот здесь уже так по-осеннему да листва шуршит под ногами уже чувствуется осень такая теплая приятная здесь вдоль бульвара очень много кафе кофе я кстати тоже хочу кофейку выпить вот здесь есть какой-то интересный киоск кондитерских изделий давайте зайдем посмотрим что здесь есть интересненькое это гордельник я такой еще не пробовала очень интересно сейчас просим так понимаю вот на этих штучках его делают здравствуйте а что за тордельник можете рассказать интересно вот и денег это честно национальная выпечка там сейчас мороженого нет у нас никакие наполнения а есть без наполнения да просто булочка есть а можно мне тогда просто одну булочку а кофе есть у вас через сколько она хорошо спасибо вот это долго надо поискать что-то еще хотя знаете сейчас уже 12 часов дня я так подумала что уже пора не пить кофе а обедать и я сейчас зайду старый ресторан называется голубые купола вот здесь вот летники я не знаю это их или нет такой очень интересный надо спросить открылся ли он это скорее всего нет такая люстра да все дорого-богато очень уютно сидишь там как в оранжерее да ну в общем я решила зайти в этот ресторан и пообедать называется ресторан голубые купола он очень старый вроде бы как семидесятых годов еще а ну вот да видите я так понимаю вот это вот цифра это год основания 1970 что-то людей здесь я не вижу совсем ну зайду пообедаю это как тоже как местная достопримечательность это вот я не пойму это что он закрытый или открытый вообще в справочнике написано что работает с 11 странно как-то вообще но и вот я уже здесь вот так вот здесь все дорого-богато людей он там вот один столик заняты все практически нет такие люстры так музеи вот а пианино стоит и так меню уважаемые гости нашего ресторана данное меню является авторским и основано на традиционных методах приготовления национальных блюд центральной азии исключениями гастрономических направлений европы китая индии персии и так далее в общем вот такое интересное авторское меню у нас холодные закуски салаты горячие закуски я обязательно еще что-нибудь выберу я для вас немного покажу меню крем-супы первое блюдо гарниры второе блюдо и также есть банкетное меню все я сделала заказ через 20 минут он будет готов мой выбор суп гаспачо самса и чай кстати оценник здесь выше среднего и еще за обслуживание 20 процентов кому интересно кто любит узнавать цены так и пойдем еще к витрине с десертами ну здесь в основном шоколад да молочный черный потом еще там что то есть голубой пополай это наверное фирменный десерт видите вот этот вот интересненько но выглядит очень аппетитно выбор небольшой но красиво ну в общем вот так дорог богато называется есть отдельные кабинки с огромными люстрами интересно а это как будто открытая кухня видите там казаны стоят повар там что-то готовит интересно да это предполагает это ну там дыр кстати я хотела там дырного самсу но есть здесь нет сейчас поищем уборную хочу в уборную сходить вот видите вот здесь вот сюда заходите и нужно не вот в эту дверь идти а налево там еще ленточка вот эта красная меня так смутило вообще не в тему как будто ресторан закрыт может поэтому у них сейчас нет людей я их единственный гость так ну пошли сходим в уборную так вот женская я сегодня в черном мне только что сказали что вот это десерты производится здесь у них здесь есть своя кондитерская а вот это вот в черной коробочке это сушеная дын дыня и с какой-то начинкой шоколад бельгийский все это все делается с бельгийского шоколада ну я подумал может быть я возьму десертики как правило нужно сначала пообедать и потом станет понятно хотите ли вы десерт не знаю как у вас но у меня так все так красиво здесь как музеи какие-то алкогольные напитки все блестит сверкает я думаю здесь вечером очень красиво для вечернего времяпровождения для приятного спокойного ужина сюда можно прийти но в целом даже обстановка такая знаете более как бы мне кажется сюда на обед сюда не очень приходить вот на ужин прям идеально я предполагаю что здесь играет музыка вечером и ресторан более заполненный вот эти вот печи видите там тандыры возможно там может быть и плов готовят там тоже что-то кашеварят я смотрю но я думаю они все начинают работать только к вечеру потому что я сейчас спросила тандырную самсу у них нет но я заказала другую самсу из печи мини самсу вот как миленько честно сказать немножечко старенько да есть такое видно даже по мебели да у нее такой старенький дизайн но вот очень интересно сейчас молодой человек не подошел и помните я вначале вам показывала такую красивую летнюю террасу и он мне предложил что он может открыть ее показать и я даже спросила можно ли в ней присесть он сказал что да можно вот и в общем ну я сказала что я здесь посижу и он сказал что все равно в конце если я захочу он мне может открыть и показать такой вот услужливый персонал а мне уже принесли суп это суп гаспачо с авокадо вот и сейчас будет самса подождем самсу это вот единственные посетители я и еще вон та семья и все пока что никого нет я сегодня обещала вам показать экскурсию по музеям но получилось что привела вас в ресторан но знаете данный ресторан можно отнести также к местным достопримечательностям возможно даже в какой-то степени музейным потому что он реально очень старенький семидесятого года и такой вот ресторан с историей и так вы принесли мои мини самсушки получается эти самсушки здесь есть с мясом с брынзой я заказала с курицей и с грибами и такой вот зеленый чаечек очень даже приятненько здесь сидеть всем приятного аппетита и так вот кому интересно счет вышел на 144 тысячи сумм чай гаспачо мини самса там что-то готовят интересненькое всем приветик сегодня я решила посетить центральный выставочный зал вот а это улица шарафа рашидова в городе ташкенте вот видите она сегодня украшена флагами вот здесь а вон кстати флаг моего родного Казахстана и все эти красивые украшения в честь саммита Организация экономического сотрудничества который будет проходить в Ташкенте с 8 по 10 ноября и движение будет ограничено будут главы государств Азербайджана, Турции, Ирана, Казахстана ну и многих других погодка в Ташкенте стоит хорошая на сегодня на день передаю 21 градус сейчас так тепло пасмурно но достаточно тепло вот а это центральный выставочный зал академии художеств он был основан в 1974 году и сейчас мы по нему прогуляемся посмотрим что там есть интересного а это вот для начала я зашла в частную галерею вот здесь продают картины местных художников красиво да? осень видимо это горы Чумгана и это тоже Чумгана хотя и похоже на наши алматинские родные горы вот такая красивая картина 16 миллионов 800 да 16 миллионов 800 тысяч сумму стоит оно это тоже красиво похоже на наши алматы Тургенское ущелье кто знает это тоже Тургенское ущелье ну и это тоже Тургенское ущелье интересно так да? прям такие мазки жирные очень объемно смотрится вот это красиво да? смотрится мне очень понравилось ой это еще кто? кошечки-то мои шуму-то она делала киска ты че заболела? а че это у тебя такой тиральный? плотник такой красивый да вот и наша модничка а это тоже классно на кухню бы такую повесить это тоже очень аппетитно смотрите это ее видите закрыто тоже красивая даже по части картины видно что она красивая а это кукольный дом а это кукольный дом кролик вот такой кролик шляпник шляпник еще вот такая интересная кукла смотрите с харизмой да? женщина все они дорого-богато сейчас я вам покажу вход в галерею такая вот частная галерея можно здесь купить картины красивые и пошлите зайдем в центральный выставочный зал ну вот он такой небольшой и вход здесь бесплатный и здесь вот на входе есть такая информация какая выставка сейчас проходит персональная выставка Умара Раджабова вот это местный художник также здесь можно приобрести различные средства для художников краски кисти большой выбор на мой взгляд это отель Хилтон в Ташкенте снова снова отель Хилтон его прямо здесь много вот такой вот небольшой выставочный зал а это бешкек Иссыкуль мой любимый Иссыкуль мы этим летом в июле там были нам очень понравилось такие виссыкульские пейзажи ну очень красиво особенно вот это верхнее и вот еще красивейшее чистейшее озеро Иссыкуль мы туда еще вернемся обязательно кстати у меня есть видео про Иссыкуль на моем канале кто не видел посмотрите очень интересно а это Актау Казахстан я в Актау еще не была Каспийское море а это Россия Санкт-Петербург красиво в Питере я тоже не была кстати мечтаю там побывать а это Самарканд такие яркие краски в колоритном Самарканде Бухархам тоже интересно выглядит там люди сидят на топчанах отдыхают немного Германии Франция Бельгия а это Тбилиси мне очень нравится этот город очень красивый люблю Тбилиси надеюсь я туда если попаду когда-нибудь это Истанбул, Турция вон там девочки красавицы фотосессию устроили это Баку а это Дубай мой любимый Дубай я тоже очень люблю очень красивый город чистый там много что интересного есть харизм вот здесь изображены в этих городах я еще пока не была мы вот планируем только Самарканд Бухару в Хиллу я даже не знаю когда мы попадем или нет пока что были только в Ташкенте 8 очень красиво да когда это все написано вручную красками конечно завораживает и еще немного Узбекистана вот и все наше посещение выставочного зала закончилось вы знаете такая замечательная погода сегодня кто меня смотрит из туристов если вы собираетесь приехать в ноябре и у вас есть сомнения то не сомневайтесь я вас уверяю погода очень комфортная в ноябре для прогулки главное нужно смотреть чтобы не было дождя а так вот в пасмурную погодку погулять когда в среднем 20 градусов идеально просто а это перед вами ташкентский дом фотографии он образован в 2001 году находится рядом с курантами здесь тоже проводятся различные выставки фотографии художеств изобразительного искусства вот давайте пошли посмотрим здесь такой красивый тоже вход здрасте сказали что здесь вход бесплатный вот на входе сразу есть вот такая вот информация что это персональная выставка замодинка суммарной вот такой вот зал ну это первый зал видите здесь вот ой что со светом он такой моргающий видите разные детали вышивки вышивка шелковая я так предполагаю здесь почему-то ничего не подписано красиво да здесь на большом мониторе что-то изображено какое-то большое полотно с вышивкой интересненько ну в общем-то и все интересно такое вот небольшое помещение да действительно очень маленькое и особо посмотреть нечего это вот кто нацелено конечно кто увлекается этим наверное будет интересно ну ну красиво конечно да ручная работа вот попробуйте да вот это сколько времени это занимает да что поручено вот это вот все вышить даже не представляю сколько времени на это уходит ну в общем как-то так здесь на фотографиях есть интересное изображение вот посмотрите получается прежде чем сделать вышивку необходимо изобразить рисунок нарисовать на ткани который вы хотите получить и потом уже нитями вот так вот сидят вышивают вот еще вышивальщица золушки это уже модели красивых одеждах вот смотрите коллекция сезоне автор косымбаева маддина школа моды и дизайна либус город ташкент итак после хорошей прогулки необходимо вкусно пообедать для этого я выбрала сыроварню ресторан сырная лавка это заведение аркадия новикова здесь в ташкенте кто не знает аркадий новиков это ресторатор российский у него множество ресторанов в россии их очень хвалят они очень популярные и вот в ташкенте тоже есть один ресторан в казахстане кстати почему-то нет видимо аркадий новиков не любит казахстан насколько я знаю там есть только бургерная называется фарш и все вот здесь видите у входа вот так по осеннему красиво уже все украсили есть меню даже на входе кому интересно кстати это заведение находится по улице истекло по-моему 47 за гостиницей Успекистан бидоны такие забавные но давайте зайдем вот так вот мы уже в заведении здесь есть завтраки с 9 до 12 это отдельное меню и есть основное меню вот и из него можно что-то выбрать оно такое не сильно большое да есть кстати пицца с дровяной печи это итальянский ресторан здесь есть паста я вот уже выбрала себе пасту и что-то еще сейчас посмотрю в общем вот так вот здесь миленько ну людей я так скажу немало сейчас сегодня будний день и сейчас примерно 12 часов дня время обеда давайте зайдем в уборную посмотрим ну так уборная достаточно стильно молодцы молодцы и и и и и и мил visions вот и следики здесь есть еще выбрать я вот наверное буду лимонный пирог с Итальянская меренга. Вообще обожаю лимонные десерты. Итак, выбор есть. Здесь вот мы имеем сыры местного производства. В сыроварне приготовленные сырочки. Моцарелла, бурата. Кстати, я умею готовить данные сыры. У меня даже есть видео на YouTube. Кто тоже хочет сам их приготовить, можете посмотреть мое видео и сделать сырочки. Это совсем не сложно. Очень даже легко. Вот так вот, интересненько. Вот такой вот дизайн. Миленько, да? Ну, мы принесли мой заказ. Я спробовала свою пасту. Это итальянская паста. С сортов твердой пшеницы. Это, конечно, чувствуется. И вот такой вот десертик. Ну, что я могу вам сказать. Моя паста однозначно вкуснее. Если вы посмотрите, у меня есть видео на YouTube. Как я готовила свою итальянскую пасту. Ну, она похожа. Ну, в общем, так вот. Ну, а в целом, так уютное заведение. Сейчас еще попробую десерт. Я скажу вам, как он. Ну, ну, что я могу вам сказать. Ответала я пасты. Ну, такая вкусная паста. Конечно, не прямо то, что я ожидала. Я думала, будет вау. Но это было не вау, но вкусно. Достаточно. Такой нежный, сливочный вкус у пасты. Десертик тоже попробовала. Десертик вкусный. Такой приятный. С кислинкой, с лимонной. Так вкусненько. Вот. Такое вот заведение. Смотри, миленькое. В Ташкенте есть вот такой вот музей Сергея Есенина. Он находится по улице. Лева Толстого, 20. И давайте. А, здесь просто так не зайдешь. Интересно. Вот, видите? Рабочие дни по будням. С 9 до 6. Объезд сейчас 102. Интересно. Сейчас тоже третий час. Я не знаю, мне откроет или нет. Такой вот подсвечник из дома Михайловых, которым пользовался Сергей Есенин. Это различные документы здесь, фотокарточки. Касаемые жизни Сергея Есенина. Это автограф и стихотворение Сергея Есенина, издатель «Славный», 1924 год. Видите, это оригинальные документы. Рукописные. Такой почерк интересный у него был, да? А это исправление. Сделано рукой Сергея Есенина. Сергей Есенин, Петроград. Фото 1916 года. Интересно, да? Это мебель. Так, что там написано? Реконструкция обстановки гостиной в ташкентской квартире 20-х годов. Ну, как мне сказали, это мебель одного из знакомых поэтов Сергея Есенина. И вот она вот здесь вот стоит. То есть это чужая мебель просто. То есть Сергей Есенин был у кого-то в гостях. И вот мебель этого человека стоит вот здесь. Вот так миленько, да? Это фотографии Владимира Высоцкого. Вручение почетной грамоты Владимиру Высоцкому за выдающееся исполнение роли Хлопуши в Есенинском, Пугачеве, Ташкент, 1973 год. Вот такие фотографии. Высоцкий хорошо, да, здесь вышел? Классно. Вообще вот эти вот документы были переданы. Ну, не все, конечно, какие-то документы были переданы. Какие-то детали, предметы я вам сейчас еще их покажу. Их передала Татьяна Сергеевна. Это дочь Сергея Есенина. Интересно, да? Сейчас я вам покажу. Там есть чемодан. Вот этот вот кожаный чемодан, он принадлежал Сергею Есенину. Как мне сказали, у него было два чемодана. Один находится тоже где-то в музее. Наверное, в московском где-нибудь. А второй находится здесь. Гостиница Ленинградская. Бывшая Англютер. Снесена в 1987 году. И вот эта вот маска еще. Оригинальная маска. Сказали, что таких две существует. Одна еще там в каком-то музее. Так, 29 декабря 1925 год. Невский дом с голубыми камнями. Дом в селе Константиново, где родился поэт. Снесен в 1910 году. Реконструкция по рисунку впервые опубликованному в альбоме Екатерины Есенины. Москва, 1928 год. Вот он, этот домик. И вот такой большой шкаф, библиотека. Это все. Здесь стоит литература Есенина. Книги Сергея Есенина. А есть такие вот маленькие книжечки. Вот маленькая тоже. Так миленькая, да? Вот такой вот интересный музей. Вообще, дочь Сергея Есенина, Татьяна Сергеевна, приехала сюда в 1941 году, в Ташкент и прожила здесь до самой смерти. В Ташкенте. А потомки где-то разъехались, там внуки. Кто-то в России, кто-то еще где-то. Ну, а так что... А сам Сергей Есенин находился в Ташкенте 30 дней. Это вот посвященное его визиту. Вот этот музей. Кстати, вот что касаемо этого чемодана, Татьяна Сергеевна передала его этому музею. 23 мая 1987 года. Видите, вот такие вот интересные факты. Вообще, раньше вот это здание, это был дом жилой, здесь было две квартиры. Но сейчас это здание принадлежит государству. И оно уже реконструировано. Ну, то есть оно похоже на обычное административное здание. Здесь уже не осталось следов обычного жилого дома. Видите, такие достаточно высокие потолки. Ну, вот сейчас вот тоже молодой человек приехал какой-то. Тоже посмотреть. Вообще, людей мало сюда приходит, видимо. Но, тем не менее, люди приходят. Кому-то, видите, интересно. А это вот просто такая стена памяти. Получается, Есенин был два дня в Самарканде и месяц в Ташкенте. И вот как бы местные поэты, они создали такую стену. Это фотографии этого времени. То есть то, что видел Сергей Есенин. Вот. И различные керамические изделия. А это энтузиаст узбекского танца, американская танцовщица Лорел Грей. Она училась у Аседоры Дункан. Ну, то есть связь есть, да? Вы тоже понимаете. Вот. А это просто фотографии узбекских женщин. Это Сергей Есенин. Я сюда приехал не от скуки. Ты меня, незримая, звала. И меня твои левяжьи руки обвивали словно два крыла. Красиво, да? Ну, в общем, вот такой музей. Кто любит Сергея Есенина, советую вам его посетить. Здесь есть такие предметы, действительно, которых вы нигде не найдете. оригинальные рукописные предметы. Вот так. Очень интересно. И даже вот такие предметы, как маска с лица, гипсовая. И чемодан. Ну, то есть, такая маска еще есть одна. Она где-то в московском музее, по-моему, находится. И чемодан тоже еще один есть. И все еще была маска с правой руки, но ее никто не может найти. По интересным причинам, да? Вот так. Всем приветик. Сегодня я решила посетить театр Льхом. Это профессиональный негосударственный театр. Он был основан в 1976 году. И сегодня я иду на три сестры. Интересный такой дизайн, да? Все исписано. Прикольно, да? Что, снимать нельзя, наверное? Нарушение парфона оборудования Театр оставляет в целом на изъятии фото, видео и аудио материала. Надеемся... Ну, такое, видите, он небольшой, камерный театр. Еще надо своим стычком найти. Интересно, да? Такая интимная обстановка. Что, несогласованная с руководством театра фото, видео и аудио запись являются... АПЛОДИСМЕНТЫ инстуристый созданный изld grown up и призна menjadi викориоград и безобразие 你知道ходри сидит с жителей fast** keриentes в 정신�位е accomplishes и 육убra full That's the matter! checkbook icit вам интересно, да? municipally это настоящая redouata с подсветкой. Смотрится очень необычно. Это Ташкент-сити-парк. Здесь вот тоже стройка идет. 17 ноября. Такая замечательная погода стоит. Сейчас примерно 17 градусов. Субтитры делал DimaTorzok Вот эти фонтаны работают с 7 до 10 вечера. Очень так миленько. Напоминаю, как в Дубае похожие есть. Спасибо. Там тоже видите, сколько людей пришло. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не попала. В общем, вот так. Миленько, да? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok